У каждого долгожителя свой секрет. Кто-то связывает это с окружением или природными особенностями места проживания, кто-то ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. В общем, однозначного ответа нет. Айнисо Ая считает, что жизнь – это движение, и к ее мнению нельзя не прислушаться. Как-никак ей исполнилось 113 лет. О них кто дарит радость и благословляет все наши устремления. Весенний репортаж под дождливые аккорды. В эти дни есть добрая традиция поздравлять с весенними праздниками женщин. А многие спешат навестить любимых бабушек и прабабушек. В городе Нуравшан в столичной области проживает долгожительница, которая посчастливилась дожить аж до 113 лет. Айнисо Ая воспитала семерых детей. Она – любимая бабушка около 200 внуков, правнуков и праправнуков. Повидавшая жизнь, она знает ей цену. Благодарит Всевышнего за долгую и счастливую судьбу, мирное небо и здоровье близких. В чем секрет ее долголетия? Этот вопрос интересовал нас больше всего. Почтенная женщина со знанием дела ответила, что жизнь – это движение. А если точнее, человек славен трудом. И там, где люди созидают, цветет и страна. Моя мать воспитала меня физически выносливой. Я всю жизнь трудилась. Работала в колхозе дояркой. Мне много раз объявляли благодарность. Труд уважают в доме Айнисо Ая. Во дворе ее дома, в разгаре весенней работы. Благоустраивается и озеленяется территорией. Приводятся в порядок виноградники. В эти дни мы навещаем престарелых женщин, перешагнувших 100-летний рубеж. Преподносим им подарки президента. Во время таких визитов мы получаем столько впечатлений, одно их наставление, чего стоит. Они делятся с нами секретами долголетия. Еще одна долгожительница проживает в Букинском районе в окружении своей многочисленной родни. Это Хосият Ая Мухединова. Ей в этом году исполняется 108 лет. В районе ее уважают и стар, и млад. Такой же праздник и в доме Тутыхон Ая Коромовой, который исполнилось 100 лет. Сегодня к ней спешат дети, чтобы поздравить с этой важной датой. Согласитесь, благословение матери, которая повидала в жизни многое, дорогого стоит. Эта давняя традиция навещать уважаемых жительниц на весенних праздниках существует уже давно. И ни одна из них, как видите, не остается без внимания. Поток гостей с ценными подарками не кончается. Это представитель областного и районного хоккемиатов, фондов Нурани и Махаля, а также спонсорских организаций. А главное, такие благородные мотивы, добрые события не единичны и проходят повсюду.